Серия наказаний Книга пророка Амоса, 1 глава, 13 стих, 2 глава, 5 стих Так, говорит Господь, за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Так, говорит Господь, за три преступления Маава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Маава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Маав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умершлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так, говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Амос продолжает изрекать слава Божьего суда на народы, переходя от врагов соседей к ровным родственникам. Иуда и Израиль, потомки Авраама, и аммонитяне и маовитяне, потомки его племянника Лота. Бог судит Амон и Маав за их варускую жестокость. Аммонитяне виновны в жадности и насилии, и воскрывали животы беременным женщинам, чтобы расширить свои владения. Маовитяне пережгли на известь кости Эдомского царя чудовищное кощунство во времена, когда было крайне важно достойно похоронения человека. Данные преступления отвратительны для всех народов в тех землях, поэтому Амону и Мааву не избежать Божьего суда. Бог суверенный судья, но мы все равно можем молиться, чтобы народу покаялись и изменили свои пути. За какие народы вы будете молиться на этой неделе? Размышления, часть 2 Наказание для Иуды Книга пророка Амоса, 2 глава, 4-5 стих Провозгласив суд над другими народами, Амос обращается к Иуде. Амон и Маав, Бог судят за страшные преступления. Иуды же наказывают за, казалось бы, меньше преступок, отступление от закона Господня. Однако другие народы не состоят в завете с Богом и могут не знать и не понимать Его путей. А Божий народ знает, что Его прежние Боги – лже-боги, а потом Бог судит Его за неверность. Современным христианам тоже не стоит возвращаться к идолам, которым мы служили. Мы не должны забывать, как важно соблюдать Божий закон и Его заповеди. Какие идолы опять вводят вас в искушение? Какие словописания могут помочь вам отвергнуть этих идолов и сосредоточиться на воле? Прости меня за равнодушие и отсутствие любви к тем, кто сотворен по Твоему образу и подобию. Помоги мне с каждым днем все больше уподобляться Тебе и следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.